Демократы подготовили новый законопроект о санкциях против России Демократы подготовили новый законопроект о санкциях против России 18 часов AP Photo, J. Scott Applewhite Конгресса США в Вашингтоне AP Photo, J. Scott Applewhite Здание Конгресса США в Вашингтоне Архивное фото Вашингтон, 21 июня РИА Новости Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием «Синие собаки» Blue Dog Democrats Они предлагают пакет законопроектов, который призван наказать Россию за приписываемое ей вмешательство в американские выборы 7 июня, 8 часов Американские СМИ, планета уползает из-под власти доллара, что делать? Помимо санкций, предлагается использовать для преследования вмешательства в выборы уже существующие законы повысить прозрачность политической рекламы и потребовать от всех штатов использовать при голосовании бумажные бюллетени Ранее в Конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента в сговоре с Москвой И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств российского вмешательства в Мюллер так и не представил Вчера, 17.23 позорное пятно на репутации Евросоюз продлил антироссийские санкции Евросоюз продлил до 23 июня 2020 года так называемый крымский пакет санкций против России В эфире радио «Спутник» Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствует это решение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!